Здоровенькие булы! Усим привителюбителям зверюшек, жаб и лягушек. Мы тут вечерком недалеко были. И здесь слышали очень интересные, классные звуки болота. Именно такие звуки. Вот послушайте, какие это звуки. Ребята, мы пришли на вечернее болото. Слышите, что тут происходит? Все поет. Лягушки поют. Соловей, что ли? Или не соловей? Ну, какая-то птица поет. Вообще красота. Весна на болоте. Это же прямо прелесть. Вы когда-то слышали такой концерт, а? Давайте, слушаем, слушаем минутку. Это пару недель в году весеннее болото. Потом уже все будет по-другому. Сейчас мы идем искать одного из хозяина или хозяйку. Одну из хозяйки. Нет, одну из... Как его правильно сказать? Так, и мы сейчас идем искать то существо, одно из существ, которое издавало такие звуки. Идем. Это существо может сидеть вот на таких веточках. Очень интересное существо. на бревнах может сидеть. И у них, кстати, тоже нерест у этих существ. Ну, что интересно, летом они живут на деревьях. Ну, что, вы уже заинтригованы, думаете, что же это такое нерест у них? А вообще они на деревьях живут. Да, на деревьях, на кустах. Вот. А сейчас весной они нерестятся в такой траве, которая из воды растет. Вот. На кочках любят сидеть. На деревьях, которые вот такие. Но они очень маскируются. Очень маскируются. Ну, мы должны их найти, потому что их очень много кричало. мы найдем, найдем. Не может такого быть, чтобы мы не нашли. Тут улитки на травке сидят, которые почему-то из воды вылезли на травку. Греться на солнышке. Ребята, вот она, вот она, древесная лягушка квакша. Квакша, это древолаз наш европейский. Неуловимая квакша. она вот сидит на веточке такого цвета и думает, что я ее не вижу. Смотрите, это самец, темненькое горлышко. Сейчас мы его будем ловить. Смотрите, какой красивый. Какой он классный. Куда? Ух, какой он. Стой. Вот он. Смотрите, какой. О, будем его сейчас изучать. Он вам привет говорит. Ой, падаю. Ну вот, перед вами самец нашей европейской древесной лягушки квакши. Это, можно сказать, хамелеон лягушичьего мира. Потому что они очень хорошо меняют цвет. Вот сидит на темной поверхности. Он темный. На зеленой, зеленой. На черной, он почти черный становится. Ну, в природе, в основном, он, конечно, зеленый. И он, и самки. Вот. Это самец. И, слушайте, видите, как он квакает? Вот у него мешок какой, горловой. О, о, слушайте, к микрофону. Ну, квакай, давай, давай. Слышно, да? Красота. Ну, ладно, не будем тебя мучать. Все, все, все. Все. Чуть-чуть помучаем и выпустим. Так, рассказываю, у нее на лапах, у квакши, присоски. Представляете? Эта квакша, вот жалко, у нас нету, да ладно, тихо тебе, у нас нету стекла. Хотя, в принципе, где бы его, что бы такого взять? Она даже по стеклу может лазить. О, кстати, а у меня, о, смотрите, как она лазит. Вот. А ну, лезь, давай. Покажи людям, что ты лазишь по гладкой поверхности. Вот, как она может висеть. О, 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 она вообще аквалибрист какой-то. Видите, какие у нее на лапах, на кончиках пальцев присосочки. Видно? Вот, в основном, эти лягушки в тропиках живут. О. Ну, не эти лягушки, а представители древолазов живут в тропиках. Это единственный вид европейская квакша, которая живет на территории Европы. Она зимует. Ну, зима, что есть, снег, она закапывается в мох, в гнилые пеньки, во всякие там коряги, подкоряги, и зимует. А весной, как и все жабы и лягушки, квакши идут в воду, в водоем. Самцы вот так вот орут, как вы слышали, и привлекают самочек. Эти лягушки откладывают икру, но не сразу куча икры, вот как те же остроморды, или травяные, или жабы длинные такие, гирлянды. Они маленькими такими порциями откладывают на травинки, икринки. Ну вот так оно, как и у всех лягушек, головастики выводятся. Но они очень маскируются, и летом они живут очень высоко, даже на деревьях, на веточках. Питаются в основном всякими мелкими насекомыми, мухами, которые ну вот там вот лазят по веточкам, по листикам. Они их язычком квец, вот как хамелеон. Они по своему поведению очень напоминают хамелеонов. То есть они так же лазят по веточкам, прыгают, ну хамелеоны конечно не прыгают, и меняют цвет. И ловят насекомых только языком, потому что вот допустим жабы и лягушки другие могут не только языком ляп и поймал, они могут хватать челюстями, даже ловить всяких мелких животных, которые плавают в воде. Это лягушки, которые озерные. А вот квакши они только язычком хватают. И еще, если крупная добыча, они лапами ее держат и запихивают себе в рот. Вот такой у нас самец квакши неуловимый, потому что их тут много, но их очень тяжело найти. Они очень маскируются, очень прячутся, прячутся, и могут находиться где-то буквально на высоте 10 метров, а вечером они прыгают и спускаются в воду, когда нерест. А, ну, хорошо сейчас выпустят, ну, подожди ты. Да, и плавают они тоже классно, они тоже классно плавают. Ну, какие у них еще особенности. Глаза у них красивые, прямо золотые глаза у них. у них полосочка идет через глаз, тем самым маскируя сам глаз, то есть, чтобы хищник не видел, в основном хищники видят, ну, когда кого-то ловят, они должны видеть голову, глаза, ориентируются по глазам, и хватают в основном за голову добычу. И вот у многих животных, и у змей маскировка головы заключается в том, что глаз находится в какой-то, в каком-то рисунке. И вот и у этой квакши глаз находится в такой вот темной полосе, чтобы он не выделялся на ее морде. Вот, а самки от самцов отличаются только вот этим горловым мешком, который у самец, самец это резонатор, он кричит, ну, а самка так по чуть-чуть подпикивает, она не издает сильных громких звуков. Ну, вот, вот такая вот у нас попалась интересная лягушка, будем ее выпускать, так, посадим ее на веточку, о, вот сюда, а ну-ка, 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 давай, лезь, о, давай, о, ну, она что-то морду отвернула, вот она сейчас прыгнет, наверное, о, прыгнула, ну, там не видно, она за дерево прыгнула, а ну, давайте я посажу ее на дерево вот с этой стороны, а то же вам ничего не видно, вот, че ж ты так прыгнула, а ну, стой, 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 вот так мы ее выпустим, а ну, стой, вот сюда давай, ну, да не на меня, вот, о, смотрите, вот смотрите, какая классная лягушка древесная, а, вот она, древесная лягушка квакша, все, пока-пока, и говорите, пусть живет, поет, привлекает самочек, все, всем пока, любите зверюшек, квакш, жаб и лягушек, всем пока-пока, пока.